Я прибыл из Белоруссии, дорогие братья и сестры, и передаю низкий поклон от земли Белой Руси. Идут царские дни, с одной стороны скорбь, с другой радость. Мы знаем, что государь принял христоподобные муки, повел за собой царскую свою семью, и на эту Голгофу зашел весь русский народ. Но мы свято верим, как Христос воскресе воистину воскресе, так и Россия воистину воскресе. Рад за вашу жизнь. Рад, что не погибло еще наше имперское движение. Я выездил от Александра Робертовича, а в 90-м году он у Васильева в памяти, молодой учитель, сидел и печатал мне доверенность на право создания общества памяти Белой Руси. Спасибо тебе, Александр Робертович, что ты еще втрою. И слава Богу, что это движение именно в эти царские дни возрождается. В добрый путь, дорогие братья и сестры. У нас есть богатый опыт, все-таки. Вот общество памяти, одно из первых монархических патриотических движений. Как оно распалась? Создали 9 памяти. И не стало ни одной. Вячеслав Михайлович Клыков в 100-летний юбилей этой организации, Союза Русского Народа, воссоздал. Воссоздал это движение. Образовалось уже 6 Союзов Русского Народа. 7 уже. Но, открываю вам маленькую тайну. Печать Союза Русского Народа от Клыкова перешла ко мне. И она хранится в Белой Руси. Печать Союза Русского Народа от Клыкова перешла ко мне. Сегодня много говорили о ритуальности убийства царской семьи. Я думаю, что наше движение, несомненно, будет поддерживать такое мнение, эти исследования. От себя только замечу, что в пользу ритуальности говорят несколько еще обстоятельств, которые сегодня не прозвучали. Первое. Когда я исследовал дело по убийству царской семьи, произведенной Соколовым, следователь Соколов не назывался Соколовым, он назывался Соколовым. Ну, так, для информации. Вот. Он тщательно просеял весь костер, на котором были сожжены тела царственных цифрих внутренних. Так вот, что он обнаружил? Он обнаружил только две пули. Представляете? Одиннадцать тел, расстрелянных якобы. Но только две пули. Это что? Расстрел? Нет. Здесь нечто другое. Почему кровью были окроплены все стены, потолок, особенно косяки? Это чистый ритуал Холлоу-Кост-Ар. Как Холокост производится? Обязательно одиннадцать Агнцек. Одиннадцать. В подвал спустил двенадцать тогда. Так вот, поваренка Сиднева выявили оттуда, что оставалось только одиннадцать. Это не ритуал? Ритуал. Потом обнаружено, что в стенах, где якобы расстреливали царскую семью, когда достали оттуда пули, они не соответствуют тому оружию, которое было убить. Это что? Не ритуал? Это специальное создание видимости. Вот эти надписи ритуальные, они тоже это подтверждают, как хорошо здесь в предыдущей ораторе выступил. И еще немаловажная деталь, которая сегодня не прозвучала. По договору Антарпы, Россия, которая понесла самые большие потери, жертву в Первой мировой войне, ей в случае победы передавались земли Палестины, как русской губернии. Представляете? То есть вот нынешний Израиль, это должна быть русская, российская губерния. Так вот, цена вопроса. На Первом Сианинском конгрессе постановлено, что очаг будет возрождение, так сказать, Израиля в Палестине. Это 1897 год. И вдруг в 1914 году этот очаг должен перейти в Российскую империю. Тогда каждый людей платил 10%, кстати, на эту мировую революцию. Мой дед лично рассказывал, как в Петербурге, за то, чтобы бузить ежедневно и не возвращаться на фронт, солдаты и матросы получали в день 25 рублей. В день. Как же там не быть этой бузи? Все это куплено. То, что туда не завозили хлеб какое-то время, это тоже была провокация. Никакого голода, как уже отмечалось, там не было. Реформа Витте. Вот смотрите, какая деталь. Откуда взялся Витте? А я проследил. Интересная вещь. Когда Петр Первый попал в хрунском походе, в засаду, в окружонку, он оставил все свои войска и вышел через коридор, который мы иудеи проделали. И был такой шапиру, который все это за деньги царских казны, все это сделал. То есть деньги пошли к визирю, армия осталась в засаде, в западне, а государь вышел в Петербург и взял с тобой этого шапиру. Который стал потом канцлером Шафировым. Так вот, в седьмом колене Шафирова это выстрел Витте. Вот такая интересная родословка. Тоже приводящая к определенным выводам. Почему все золотые запасы, которые были отчеканены, оказались вдруг в руках тех, которые говорили. А, рабочие, зачем вам деньги золотые? Они карман оттягивают. Значит, он бумажет. А все золото потом перешло через них, в общем-то, на территорию Соединенных Штатов. ФРС на эти золото сделано. Там, оборонная промышленность на это золото. И до сих пор много этого золота в банках. В том числе в этих башнях, которые потом вдруг якобы разрушились от налета террористов. А перед этим они были застрахованы двумя иудеями, которые владели, арендовали эти башни 11-го святителя, которые вдруг исчезли. От чего? От чего они были застрахованы? От воздушного налета террористов. Ну, как же они взорвались? Третья тоже была застрахована. Но самолет туда не долетел, но она все равно рухнула. Ну, надо же от испугать. Ну, такие маленькие детали. Что хотелось бы пожелать нашему движению? Я надеюсь, ну, желаю участвовать активно. Вот. Чтобы не было раскола. Раскола – это первая смертельная опасность. Как было я в памяти, как это в союзе русского народа. Мне кажется, дебаты там царь-искупитель, неискупитель, пусть останется, ну, частным мнением. Вот у меня икона, которую я привез в Беларусь. Вот царь. У него там на свитке, понимаете, что написано? Нужна искупительная жертва для спасения России. Я буду этой жертвой. То есть он сам сказал, что я буду искупительной жертвой для спасения России. Кроме этого, были пророчества о том, что он будет искупителем. Это и Абель разорвает. Кстати, сейчас, на прошлой неделе, я нашел дело Абеля во Владимирском архиве. Алистанское дело пророка Абеля. Представляете? Согранилось? Геова. Геова. Там его рука даже есть, да, я переснял. И там описание его могилы. И страчено столько-то кемпича, столько-то каменчиком. То есть очень легко найти эту могилу. То есть она выложена вся кирпичом в алтарной части храма Николы в Сурзе. Спаса Ефимовна в монастыре. Я думаю, наше движение взойдется этим. Чтобы найти останки. Это пророка, пророка, лику святых. Потому что это первый пророк, который задолго, задолго до революции 17-го года предрек в жидовской игровой Руси. Знаете, такое. Павел I его призвал. Говорит, что ты пишешь о государстве российском? Три ига. Первая, татарская, понятно. Вторая, польская. Ну, понятно, до Урала доходили. А вижу предыдущую. Какое? Жидовская игра. Что? Жидовская игра. Святой Руси, что ты не виделись в Черной Рейде? А он говорит, а где татары? А где поляки? Так и ожидание будет. Ну, это будет. Это будет. Это будет кара небесная. За отступление от царя. Так вот, нам нельзя отступать от царя. И помните вот эти заветы. Не будем отступать от царя. За веру в царя и отечество. Сюра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!